Добрый день! Как вы понимаете облегчить нам с вами жизнь Теперь наконец-то у меня появилась возможность делать видюшки в максимальном качестве 60 фпс Со всеми максимальными параметрами быстро все это рендерить В конце концов опять же проводить стримы в 60 фпс в максимальном качестве Чтобы все было четко без каких-либо квадратиков Ну и в конце концов запускать новые игры, новые новинки в максимальном ультра качестве Это значит делать картинку максимально приятной и для вашего и для моего глаза Поэтому это было целое событие, я о нем рассказывал уже ранее Было выпущено два видео, в котором в первом я рассказал о том, какие комплектующие будут ориентировочно В втором я говорил уже конкретно более детально предметом о всем этом Наконец-то вот остало время третьего заключительного видео Надо все это заснять, показать Все уже заснято, осталось только это собрать воедино и рассказать, как вы понимаете Купил, собрал я наконец-то компьютер Это заняло у меня определенное количество времени и очень определенное количество денег, как вы понимаете Потому что удовольствие довольно дорогое Но тем не менее даже люди откликнулись, даже зрители поддержали За что опять же вам огромное спасибо, спасибо, что с нами, спасибо, что вы участвуете во всем Как и звонкой монеты, так и добрым словом Все-таки это всегда приятно Так, ну давайте начнем предметно по порядку говорить Любая сборка начинается, как вы понимаете, с корпуса И за основу корпуса я выбрал корпус от фирмы NZXT H700i, черный матовый black корпус Довольно неплохой, как вы видите Мне он понравился чем? Ну, во-первых, внешне он довольно эстетичный, строгий, такой консервативный Опять же, наш самый строгий, такой консервативный, серьезный Солидный представительный стиль Во-вторых, довольно неплохое тут расположение кабелей Кэбл менеджмент Ну, может, конечно, кто-то скажет, что кабл менеджмент сейчас везде, в любом корпусе есть Но, блин, я свой корпус, наверное, не обновлял Я за всю жизнь не раз не обновлял корпус Это, по сути дела, мой второй корпус Старый корпус моему им ушли где-то 10-15, я не знаю Он еще со временем пенсиума третьего был Я еще удивлялся, когда я постоянно комп обновлял, как туда хоть что-то залазило Тем не менее, корпус хороший В него вошли все запчасти, все комплектующие Все хорошо стало Кабеля удобные здесь Здесь подсветочка, опять же Ну, подсветка это такое себе, конечно Но самое главное, что меня порадовало В комплектации идет 4 вентилятора Они вообще тихие, бесшумные Довольно удобные, я бы сказал бы Ну и в целом Хорошее крепление для дисков мне понравилось Для HDD В салазке там ничего не скрипит, не ползает Но это в чем-то заслуга жесткого диска В чем-то заслуга корпуса Опять же, там было много всяких винтиков, шурупчиков Я не стал это фотографировать, потому что их очень много И уже все было в процессе сборки Ну, единственное, что мне не понравилось в этом корпусе Это инструкция Инструкция очень, ну, мягко говоря Либо примитивно написанная Либо, ну, я бы сказал, она рассчитана на человека Который занимается сборкой КПК Который собирает все это, ну, учителя не каждый день Потому что я смотрел, пробовал Вчитывался Ну, там, в принципе, все понятно Там так довольно примитивно сказано Там, сделайте то-то, сделайте все Как бы по логике любой человек, который хоть раз собирал ПК Понимает Но нет вот там костей корпуса Потому что вот если ни разу не работал с корпусами Особенно с современными Это может вызвать определенные трудности Там, с проводами была еще та морока Это самое сложное было в сборке Это провода, по сути дела Все остальное, это так Было довольно легким Ну, тем не менее Корпус хороший У него тут стекло закаленное Сквозь него все видно Днем стекло, как зеркало, по сути дела Слегка просвечивает самого себя А вот ночью ты реально на него смотришь Особенно сквозь все эти подсветки И ничего такого Не видишь никакого стекла Просто видишь комплектующие Как они светятся, как будто стекла нет Такое вот ощущение создает Ну, в целом Выходы для охлаждения довольно неплохие Сзади дырочек много Везде очень много дырочек Они не портят дизайн И в то же время создают хорошую площадь Для потоков воздуха Потому что Иногда ты смотришь на него Даже изнутри Я смотрел Там очень как будто ничего нет Просто открытая стенка На самом деле Решеточка очень тоненькая Хорошенькая Это значит, что воздух будет проходить хорошо Но на самом корпусе Я, пожалуй, более останавливаться не буду Потому что Все-таки это не какая-то конкретная техническая деталь Это просто Что-то вроде Такой вот Такой вот основы На которой все собирается Это непосредственно Ну, второе дело Понятное дело Это материнка Материнская плата Взял я себе Asus Rogo Crosshair Seven Hero Ну, по крайней мере Не знаю, как сейчас Потому что Пока я собрал Все это Пока все это пришло Когда я заказывал Ее в России было нереально найти Пришлось брать У немцев Довольно хорошая Материнская плата Комплектация у нее Хорошенькая Ну, с комплектации Начать может быть Для начала можно Тут Много кабелей было Диск установочный Инструкции Мануальчики Всякие рекламочки Там какой-то купон Скидки 20% На кабеля Мне он не нужен Понятное дело Есть штучка для слая Была в комплекте Но она мне сейчас По крайней мере Уж точно не нужна Ну и даже была Вот такая вот На фотографии Можете видеть Приятненькая Такая кругленькая Подставочка Сейчас я ее Кстати Она мне очень кстати Использую ее Подставку под кружку Для чайка Потому что сейчас Я на стол Постелил большой коврик Asus Crosshair Как раз Щелт Не помню Как-то так В общем Такой большой На весь стол Коврик И как раз Очень удобно На нее ставишь Эту подставочку На нее кружечку чая Сверху Но это так Стороны я думаю Предметные Это мало о чем говорит Если говорить Про саму материнку У нее хорошие цепи питания Мне понравились Расположение фаз Всего Довольно удобное Про корпус Кстати еще могу сказать Что там не очень удобно Подходить к материнке Там вот эта пластиночка Сверху выпирающая Она Немножечко загораживает Кобеля В принципе Воткнуть можно Но если вытаскивать Это та еще морока будет Потому что если что-то Пересобираешь Или там не туда подключил Это может создать Определенные Трудности и дискомфорт Тому человеку Который собирает Но про дизайн Я пожалуй Говорить материнки Не буду Тоже видно Такая строгая Сильная Консервативная В чем-то Потому что черный цвет Нет вот этих вот Новободных Знаете Рассветок Хотя Подсветка у нее есть Ее не так уж много Но она есть Она всего лишь В трех местах Первая Это циферки показываются Но это не подсветка Вторая Это кнопка старт горит И третья Это вот эта надпись Краска R7 Слева вверху Которая находится Горит Так что Что мне тут еще сказать Хорошая пропускная Способность Для оперативной памяти У нее По-моему 3466 тянет Если я сейчас Ничего не путаю Ну и в целом Довольно удобный BIOS Для меня сейчас Вообще Открытием стал Ну может быть Я просто давно Я не обновлял Все эти материнки И прочее Но у нее в BIOS Есть мышка Что меня очень сильно удивило Русский язык в BIOS Но это Тоже в какой-то степени Может быть Для меня Нововведение лично Потому что я обновляю Компы очень редко Сейчас вот не знаю Вообще Когда буду обновлять Надеюсь Как можно дольше Не придется Потому что компьютер Довольно мощный А так Довольно хороший Мышка работает в BIOS И даже как-то Непривычно было Потому что всегда Когда работал Блин я же помню В времена Когда еще были Всякие там Миллениуми XP-шки XP-шки Вообще довольно Относительно недавно Плохо перешел Потом на семерку Подумался на десятку Сейчас На него поставил Десятку Понятное дело Так Так что Такая вот хорошая Материнка На нее все ставится Как бы претензий К ней нет Мне она очень сильно Понравилась Больше Даже может быть Чем корпус Потому что корпус Сам по себе Хороший Но тут Были некоторые изъяны Как я сказал Сзади тоже хорошо Там Именно Вставление кабелей У нее подходит Много разъемчиков USB Что тоже очень хорошо Кнопки ребута Биуса Ресета Всего там Сохрения параметров Есть Ну Понятное дело Что хорошие Звуковые адаптеры Стоят Вот даже Сейчас у меня Хоть и тогда Были Вот я Наушники себе Взял Asus Rogue Как они Centurion Называется Да Centurion Они хорошие Было на старом Компьютере Заметно нравится Но сейчас Вот даже На новом Компьютере Чувствуется Что более четким Чуть-чуть звук стал Более Может быть Чуть-чуть Басы поменялись То есть более выразительный Звук стал То есть Звуковой адаптер Явно получше Чем у старых Производителей Ну это очевидно Я думаю Так что Хорошая материнская плата Добавить здесь Больше нечего Дальше Этот Блок питания Блок питания Я взял Assonic Prime Titanium Очень хорошая вещь На 850 ватт С запасом Мало ли что еще В тавру может быть Видюху Будущим буду ставить В принципе Она надеюсь Должна влезть Вот я смотрю сейчас на него Да Думаю влезет Проблем с этим Блок питания С запасом Нежели чем Тык впритык Потому что Любой пробой Любой там Проскачек Проскачу Пробивка Любое там Проскачивание Чего-то там Напряжение Или какая-нибудь Знаете Игра Работа С разгоном Подгоном Что чуть-чуть Там перебьешь Что-то И может Это привести Не очень Хорошим результатом Особенно если Это какой-то Дешевый блок питания Это хороший блок питания Не дешевенький То в таком случае У вас может быть Просто такая проблема Что вы Возьмете И Сожжете его Просто Ну или он сам Сожжется Если же быть точнее Что мне тут Еще сказать 19 лет гарантии Очень мощный Тест у него Очень хороший Сертификат 80 плюс Титаниум Это значит Что максимальное КПД Потребление электричества Меньше придется Сплатить за свет Это тоже приятно Вещь Довольно Неплохая Все тянет К тому же Блоки питания Работают наиболее Эффективно На где-то Среднем потреблении Электричества Максимально допустимо Вот тут 250 ватт Где-то там На 400-500 работает То это наибольшее Вкинс Чем когда он Будет полностью загружен Опять же У меня где-то На средних Тут и получается Как вы понимаете Комплектация хорошая Много кобелей Все кобеля есть Там и Жгутики Затягивалки И Значки кстати С Asus Была там И наклеечка хорошая И еще много Чего Так Милошь Там целый Прям Комплект Наклеек был большой Он там по-моему Скорин Не помню Попал Не попал Могу сейчас Даже пока Все это я записываю Посмотреть Вы уже видели Это Я-то я сейчас Записываю Не видел Нет Не попал Там еще была Такая большая Полосочка с наклеечками Ладно Не суть И Что тут еще Можно сказать Кобелей Как вы видите Тут просто куча Наклеечки Всякие Эти мешочки Для блоков питания Для кобелей Очень удобно Можно использовать их Потом После того как Ну для кобелей Я думаю Он останется Я остался Потому что Не все же кобеля Подключил Это нереально А вот Для самого корпуса Мешочек Можно поиспользовать Инструкции Там мануальчики Понятное дело И все такое Стандартное Довольно Вкрутил Вот Я его тут В эту Ставил Потихоньку Назад Загнал И эту Вы тоже видели Ну там Все это показываю Все там смонтировано Будет уже Вставил в начале Блок питания В этот Сзади Фазы Потом Прилепил Еще И Эту Как ее Нет В начале Видеокарту Вставил Это я вот уже Показал На скляна Должен Буду показать Я потом Монтировать буду Вначале Я как бы запишу речь А потом я наложу Ее на Дорожку Вместе с Фото Которые будут идти Как бы презентации Да Потом ставил Блок питания В принципе Ничего сложного Не было С блок питания Может быть Не очень удобно Подлезать К СССДшке Но до этого До этого Мы сейчас Подойдем К СССДшке К HDD К жесткому диску Кстати Вот собственно Жесткий диск Взял Я Его Ся Гейтовский Enterprise Capacity 3.5 HDD Понятное дело На 10 терабайт Это очень Большой объем Мне он как раз Нужен для записи Видео Потому что У меня видео На час Полтора Может выйти Где-то На 150 Раньше выходило На старой записи Когда я в 30 фпс Писал Не во всех Максимальных параметрах Оно выходило На где-то 150-200 гигабайт За 1 час Сейчас же Если я буду писать 60 А я буду писать 60 фпс То мне нужно Очень много места Я молчу про то Что для обработки Видео и прочего Место конечно же Нужно Это просто Прекрасное решение С его монтировкой Там вставление В специальную подставку Для него Там Туда я смотрю Фотик не очень четко Захватил Сзади его Ну ладно Зато кабеля Хорошо захватил Там я не смог Сфокусировать Потому что Фотик тоже довольно старый Тем не менее Жесткий диск Довольно хороший Для объема Что можно писать Когда вот у меня Раньше была такая проблема Что есть настроение Сами понимаете Запись видео Это процесс творческий Что если у тебя Хорошее настроение Тебе хочется это делать Хорошее самочувствие Все прекрасно То и КПД Отдача твоей работы Тоже соответственно Будет прекрасной И замечательной Ты будешь получать Удовольствие от этого процесса А когда ты пишешь видео В каком-то там уставшем Забитом Хреном состоянии То во-первых Тебе это может Доставлять неудовольствие Тебе это может Доставлять негатив Во-вторых Видео будут не таким качественным Как ты это видишь Чувствуешь И понятное дело Тебе даже будет Больше портится от настроения То что ты будешь чувствовать Что это что-то некачественное Нежели чем Там оно будет Самое некачественное Потому что есть такая заморочка И у меня бы раньше Была проблема С жестким диском Что жесткий диск Всего на терабайт Я мог только 2-3 видео записать Вот у меня есть настроение Там есть творческий порыв Я начинаю писать Записываю всего там 2-3 видео Пока жду Видео отрендерится Рендеринг Тоже долго идет Потому что компьютер слабый был У тебя весь этот настрой выгорает И тебе уже писать ничего не хочется Если садишься писать То так себе уже Без какого-то особого энтузиазма А сейчас что Можно просто сесть Весь день просидеть Если допустим Есть свое время Возможность Желание И у тебя есть порыв Самое главное То ты можешь просто весь день Посвятить свою творческую энергию Этому процессу Это очень приятно Безусловно Так что Этот диск Вот эту задачу решает Соответственно Дальше Процессор Процессор AMD Ryzen А про жесткий диск Что еще хотел сказать Жесткий диск У него хорошая Скорость звука Громкость звука Он не шумит Децибел низкий Хотя иногда слышно По скрипанию Но это естественно Процесс Любой диск будет поскрипывать Обороты хорошие Как бы никаких проблем не было Единственная проблема была Не с ним А с системой Когда я махался Это Когда я воевал За его форматирование В GPT Вместо стандартного МБР Потому что Я такую устанавливаю Систему Он берет На 2 диска Разбивает На 2 терабайта Разбивает Первый том Остальные 8 томов Нераспределен И типа Распределяю их на 5 томов По 2 терабайта Каждый Потому что Больше нельзя Я там 2-3 раза Систему пришел сносить Потому что По разному Там и через Закронис Дискдиректор Мучился И через другие программы В общем Пока тупо Его чисто физически Не отсоединил И не поставил Все на SSD Не хотел форматировать Сейчас его на GPT Отформатировал Все хорошо Так что ладно Давайте дальше Процессор AMD Ryzen 72700X Версия AM Потому что Башня мне не нужна Боксовая У меня Охлаждение Свою Сейчас мы до этого Тоже дойдем Вещь хорошая 8 ядер 16 потоков 3.7 Гц Частота Довольно хорошие Показатели Приятные Мощные Недавно только что Вышедшие Кстати все комплектующие Которые я собирал Прочти все Они вышли Вот-вот Только буквально В течение Месяца 2 После того Прошел месяц 2 Где-то Когда я их закупил Уже собрал Все Процессор хороший Приятные Тесты показывают Оптимизация Ryzen Под игры Под запись Это тоже Очень хорошо Так что Тут добавить В принципе Больше нечего Основную информацию Сказал Вот Куда кстати На материнке Все это вставляется Там Вот фотография Уже заставлены Там слева Будет водянка Не пугайтесь Просто я там Фотку не сделал А сделаю ее потом Ничего страшного Думаю Водянка собственно говоря Давайте теперь поговорим Они Тоже от фирмы NZXT От которой корпус Вот эта водянка Kraken X72 Движ довольно неплохая Интересная Хорошая Она как раз Прекрасно подходит Под этот корпус По-моему Они тоже ее оптимизировали Под этот корпус Потому что даже Если посмотреть Там упаковку Там я смотрел Све там инструкции Там показывается Установка водянки Именно такой Только не с тремя Вентиляторами А с двумя Точно та же X Kraken Здесь же у нас Что с вами 360 мм Три вентилятора Довольно хорошие Не шумят Что мне очень понравилось Они по-моему Магнитные Я не вникал Просто пробовал Крутить так Пальчиком один Кручу Он В обычном теле Он просто прокрутится И остановится А тут прокрутится И как бы на фазу У нас откидывается Чуть-чуть То есть как будто Его магниты ловят Или что-то такое Хорошие Нешумные Вообще очень приятные Никаких проблем нет Радиатор тоже хороший Захватывает воздух Я поставил себе Ну комплектация стандартная Там два набора Один под сокет Intel Один под сокет МДшный Это у набора по установке Причем они гады Изначально рекомендуют Под Intel Хитрые Делать Нежели чем Под МД Но это не важно И там и там Все хорошо идет Поставил Немножко Тут по другому Конструкцию изменил По идее Я его должен был Ставить сверху Где три стандартных Заводских вентилятора Были Но я поставил ее Справа Где были То есть Верх Входя Там было Спокойно Чисто Не было ничего А справа Были вот Вентиляторы Как раз Такие Ну справа Спереди Заводские Я их убрал Переставил наверх Вставил туда Радиатор с ними В итоге получилось Что воздух Как бы в корпус Входит Через радиатор Через них Они его как бы Засасывают внутрь А те Выдувают их наверх Плюс один Сзади Выдувает назад Довольно Хороший воздух Потом Продумано все Может кто-то скажет Зачем сейчас Смысл через горячий Вентилятор Прогонять воздух А опять же В корпус Скажу что там Водянка очень хорошая До 50 градусов Я под нагрузку смотрел Не доходит А это значит Что нагрузка на воздух Может быть 2-3 градуса Это ни о чем Зато путем Выдува Идет довольно хорошее Особенно если В каком-то помещении Где у вас там 25 градусов Это собственно говоря Ни о чем Параметры хорошие Мне понравились Штучка прикольная Там еще подсветочка есть Ну это так Водянка бесшумная Не шумит Я пытался Специально даже Прислушиваться Ничего я такого Не заметил Вообще корпус Довольно тихий Особенно после Моего Сундерваффена Который Худит Как я не знаю Как деватель Какого-нибудь Немецкого Тигра Королевского Потому что Реально очень громкая машина Старая Я там особо Ничего не обновлял По системе охлаждения Как было чуть ли нестандартно С тех лет Когда я его взял Такой вот приблизительно Осталось Его хватало Потому что Тут он довольно тихий Программка есть Кам Через нее можно Все это настраивать Следить за всем этим Тоже соблежу Смотрю Так что Водянка довольно неплохая Хорошая Мне понравилась Поэтому я ее Собственно говоря И выбрал Дальше SSD SSD Я взял новую Только что вышедшую На момент Опять снятия видео В России Я ее не нашел Пришлось заказывать Из Германии Samsung 970 Pro SSD Очень хорошая Только что вышедшая У нее просто Революционные показатели На 1 терабайт Революционные показатели Я бы даже сказал Для записи чтения Потому что Чтение было Идет 3.5 мегабит Секунда Запись 2.7 Это очень хорошее Значение Особенно для SSD И был приятно удивлен На тест Смотрел там Программа своя У них Magic Не по 30 Magic А другая Samsung Magic Magician Как-то так Вот через нее Смотрел Приверил тест И все нормально Все нормально Пришло Правильное Настоящее С этим кодом Все там проверено Идентифицировано Хорошая SSD Проблема нет Она такая маленькая Блин Я раньше Это моя первая SSD Раньше С SSD Дела не имел Они Такие маленькие Блин Но это С указательной Пальцем Длину Они очень Микроскопические Может быть Даже на упаковке Она казалась Большая Думала Что она будет Ну я не знаю Как планка Оперативки Ни хрена Она гораздо меньше Очень маленькая Вот кстати Там о Samsung Magician Написано Там бумажка Идет с этим С установкой Откуда можно Скачать эту программу Под нее специально Так что Хорошая Встала В слот Без проблем Об этом Сейчас чуть позже Я на скринах покажу Беру я как Для чего Вы можете подумать Тебе 10 терабайт 1 терабайт Под это На SSD Я поставил систему Я ее не разбивал На диски Но там И один Том Чисто под систему И чисто под игры Потому что Игры Особенно где Большой объем памяти Используется Большой объем Потребляется Информации Там надо Как вы понимаете Быструю Работоспособность Чтобы они быстро Запускались Быстро загружались Особенно если Это игры Связаны С переходом С одной локации Переходим на другую Там она подгружается Там еще что-то Загрузка Сохранения Включение Включение Игры И прочее Так что Для этих целей Она хорошо подходит Тем более Игры сейчас Большие Сами По 50 По 60 Гигабайт Современные Некоторые Даже по 100 Гигабайт Поэтому Если что-то Такое Имеет на компьютере Плюс еще И работает То объемы Такие нужны А то Жесткий диск Чисто для Хранения Обработки Видео Ну и прочих Прочих Информации Фильмы Например Можно сохранить Перезаписать Потому что Недавно нашел Например Фильм Психа Кто не смотрел Посмотрите Хичкока Классика 60-го года Нашел Хорошую версию С хорошим Переводом Нигде Не нашел Рад Что нашел Посмотрел Получил Массу удовольствия От этого Так что Жесткий диск Всегда для таких Целей Должен Дальше Охлаждение На SSD Нужно Потому что SSD Сейчас идут 50 на 50 Я бы сказал Кто-то Со своим Родным Охлаждением Ставит радиатор На нее Как на оперативу А кто-то Не ставит Ничего Самсунги Они ничего Не ставят На нее Взял Я охлаждение Кстати Это наверное Самая вещь Единственная Которая Буду Недоволен Частично Как В принципе Она хорошая Свою целью Уполняет Но она пипец Шумная Это вот эта Storm HDMI M2 2280 SSD Она Комплект Поставки Стандартный Сама эта Штучка Плюс Кобеля У нее Есть ЛГБТ Подсветка RGB Я имею Ввиду Тролли Ну и Винтик Кстати Винтик Не идет В комплект Поставки Самой SSD Чтобы Вкручивать Слот M2 В принципе Она хорошая Подсветка Прикольная Она тоже Такая маленькая В ней вставлен Это как радиатор Она идет Через такую Термопрокладку Резиновую Или резиновую Хрен поймешь Она прям Прилипает к нему И там Маленький В ней стоит Такой вентилятор Который крутится Вот вентилятор Вообще Это Я записываю видео Я думаю Это частично Может быть И слышно И может быть Будет слышно Но по сравнению Со старым Тишина полная Она Шумит Вот пипец Вот эта маленькая Мандричка Она шумит А SSD 42-43 Где-то градусов С ней дает Это единственная вещь Которая шумит В компьютере По сути Это дело Остальное все хорошо Проблем никаких нет Дальше Что там у нас Оперативная память Оперативная память Взял G-Skill Фирма Почему-то Непопулярная В России На западе От нее все просто В восторге Потому что у нее Хорошие показатели Она идеально Сочетается С AMD Особенно С последними райзенами Очень хорошая Оптимизация Тоже пришлось брать Из Германии Из зарубежа Она хорошая Проблем с ней Никаких не было Вот взял я На 32 гигабайта И ее Чтобы на все Хватало с запасом Было до этого 8 гигабайт Частота у нее 3200 Там был выбор Либо взять Тайминги очень низкие Там Кэл по-моему 14 или 13 Даже Я не помню Это Надо спецификацию Залазить Сейчас это не так важно Я думаю В комплекте Там наклеечка идет С ними Но это так Я просто к слову скажу Это же скилл Кстати красивая наклеечка Две плашки По 16 Я вставил В первый В третий слот На скриншоте Вот я сделал фотку Где И оператива Вставлена уже И ССДшка Под вот этой вот Штучка Под охлаждением Где подключена Водянка В том числе Вот Там такое Типа зеркало На ней штучка Она В таком состоянии Не включена Только Довольно хорошая Штучка выглядит Что я тут еще могу сказать Про оперативу Что был выбор Либо взять на 3600 Частоты Но с таймингами Высокими Там КЛ17 18 Либо Вот с такой Частотой 3200 Но КЛ13 14 Я взял эту Потому что За счет таймингов Идет покрытие Частоты Плюс Частота И так 3466 Тянет Это сама Материнка То есть Даже если Допустим Гипотетически Разгонять Хотя Не вижу смысла Сейчас заниматься Разгоном Все и так Идет хорошо Это если уж На будущее Когда этот комб Гипотетически Рано или поздно Будет устаревать Тогда можно Что-то Попрекалываться Поэкспериментировать Поэтому С частотой Проблем нет В общем Мне устраивает Хорошая оперативка Подсветка у нее Тоже прикольненькая Есть Но это так Как просто к слову Я не всегда Я не понимал Когда подсветки тянутся Ну просто Как приятный бонус Если оно есть Хоть у тебя Хорошая запчасть Прекрасная Там С хорошим показателем Ну плюс там еще и подсветка Ну почему бы и нет А если там конечно Детали полная хрень собачья Но зато есть подсветка То Ну знаете Такое себе удовольствие Это брать Ну и самое Пожалуй Последнее Ну и По счету Не последнее По значению Что О чем я сегодня расскажу Это Видеокарта Да Это очень мощная штука Взял себе Nvidia 1080 Ti И Очень Самую мощную По сути дела Такую вот Из своей серии Видеокарту Мощнее может быть Там всякие только Титаны и прочее Которые стоят там По 300-400 тысяч Недоступные простым Людям Как таковым Но у которых там Не миллиарды конечно Если у них У вас какая-то там фирма Где это реально нужно По каким-то иным Запросам Задачам Но про нее Я думаю Рассказывать тоже смысла нет 11 гигабайт Видеопамяти Самая мощная видеокарта Из всех своих представленных Я расскажу только лишь то Что взял я ее От фирмы Zatac Взял видеокарту От Zatac Но не Zatac Поиграй со словами Почему бы нет Это всегда весело Это всегда у меня получается Вы это знаете Хорошая фирма Она пипец огромная Эта видеокарта Она Ну и по-моему И реально можно убить Если вот так взять Ей по голове Как следует Хренакнуть кого-то То Все хорошо Если только приходишь Такой серверсный центр Типа сгорела в первый день Такой Вы что Охренели Ничего не знаю Берешь так Херак Эта карта По голове И все Проблем нет Очень тяжелая Очень мощная Я вообще удивляюсь Как порт не погнулся Потому что Некоторые другие фирмы Вот подобного формата Даже менее габаритные Они идут с такой Специальной подставочкой Под нее Чтобы Если она будет провисать Все было нормально Но нет Asus Хорошо вытягивает Плюс там Хорошее крепление слева Где порты Она ничего не провисает Не нагинается Не сгинается Охлаждение реально хорошее Вот Сейчас я гляну Так У нее вентиляторы И вообще у меня не работают У меня не доходило До того сейчас ситуация За все время Что я сейчас использую с компьютерами Только начал пользоваться У меня не доходило до того Чтобы у нее На ней включались вентиляторы То есть Раз они не включаются У меня там все стоит Программно Все аппарат настроено А то может Потому что вентиляторы не работают Значит С ней все хорошо Потому что Не нагревается За такой степенью Чтобы потребовались вентиляторы Нету такого Использования На полную мощность На полную катушку Тут реально Очень сильный Мощный радиатор Она занимает Почти два слота Или нет Стоп Три слота Три слота занимает Она сзади Очень хорошая Чуть почти перекрывает Нижестоящую Плату расширения PCI и подключения Но нет Нормально все Хорошая Тоже с подсветочкой Подсветку кстати Можно настроить Там синее Типа все холодно Там желтое Там нагревается Красное Очень нагретое Все в этом роде Ну фирма Ауэрис гигабит Подороже Подороже Которая Экстрим эдишн Или как она называется Она дороже стоит Но там чуть-чуть побольше Может быть Пару частот Но это вообще Чем там 20-30 частот Это Знаете Вообще Несерьезно Я думаю Блин все буду брать Тем более Еще у моего друга Сгорела Такая же Которая Асус Ауэрис гигабит Была Не Асус А гигабит Ауэрис Экстрим эдишн Она сгорела У него Через две недели Там что-то с контактами Было или с чем-то Я не помню И как-то Было очень обидно Стремно ее брать Но Мне обрадовалось Что пока там Я еще не заказал Другими комплектами Занялся Мне Зашел на сайт Смотрю Прошло там что-то Неделя Полторы Не помню Эта же видеокарта За так Она На 6 или 7 тысяч Дешевле была Ну это просто охренело Она и так Сол очень дешево А так еще дешевле Ну я конечно же Взял ее И мне просто повезло Что я успел Не перезаказал Это было бы очень обидно Так что Выбор хороший Вот такой вот компьютер У меня вышел По основным Моментам сборки Как бы я Комплектующим рассказал На всякий случай Можно вкратце сказать Что Основные комплектующие Их всегда были Как бы три штуки Это Видеокарта Оператива И процессор Ну как вы понимаете Это NVIDIA GTX 1080 Ti Именно Это AMD Ryzen 7 2700X Ну и понятное дело G-Skill оператива На 32 гигабайта На 3200 С крайне низкими таймингами То есть Я проводил тесты Потом поставил Поставил десятку Все там разобрался Единственное Что мне пришлось Помахаться Это сформатирование диска Как это по блеске сделано Что Когда ты устанавливаешь систему То Каким-то боком Ты устанавливаешь систему На SSD Оно каким-то боком Создает системный файл На 500 мегабайт На жестком диске И ты его не можешь Отформатировать Полноценно разбить В итоге пока Чисто физически Не отрубил Жесткий диск Я с этим вопрос не решил Поставил все Стандартные программы Уже провел стрим Видюшкой Еще не записывал Стрим прошел Идеально Я посмотрел Все там Красиво работает Никаких задержек Картинка просто топовая Лучше не было Звук даже Стал лучше Ну понятно Делал звуковая карта Ведюхи Ведюхи В этой В материнке То есть Я доволен просто Все хорошо Получил массу удовольствия Взял себе мышку новую Это Corsair RGB Гляев Но это как Гляевский инцидент Только немножко другое Да-да-да Отсылочки И все в этом роде В общем Было довольно весело Было довольно Неплохо Под нагрузкой При стриме Под максимальными Всекими четкостями Там и прочим С максимальным Приоритетом Ведюхи Кстати Обработка будет Ити не программно Как было теперь А аппаратное Понятное дело Это просто Очень зверски Очень просто Жесткие результаты Нагрузки почти Никакой нет На компьютер А это значит Что я могу Спокойненько В максимальных Всех качествах Все делать Все максимально Красивым Представлять И при этом Не испытывать Каких-то лагов Артефактов И вы их не будете Испытывать при посмотре Я их не буду испытывать При самой игре И при самой съемке Так что я доволен Вкратце вам Все это рассказал Как собиралось Потратил я на это Очень много времени Потому что Я не работал Давным-давно Со всеми вот этими Делами Сборку давно не делал Но тем не менее Сборку провел Все поставил Теперь Можно приступать К работе С новыми Свежими эмоциями С новыми Свежими силами Это Самое главное Так что Надеюсь Представление для вас Донес В заключение Я лишь скажу Хотел бы выразить Особую благодарность Нашему Зрителю Верному Подписчику И просто Замечательному Человеку Егору Егора Середе Мистер Кабун У него никнейм Егор Спасибо тебе Он Подкинул нам На сборку Компьютера Аж целых Две тысячи За что Ему большое Человеческое Огромное спасибо Вот собственно Говоря и все Что я вам хотел Донести Что я вам хотел Рассказать На этом Так что Вперед К новым успехам Новые игры Вот на канале Уже есть Ведьмак У меня куплен Я наконец Начну писать Я сразу говорю План на будущее Я просто В очень скором времени Начну эту игру записывать Fallout 4 Прохождение В формате видео На всех максимальных качествах Потому что я давно Это хотел На старом компьютере Она не тянулась Но теперь это Я скоро ее начну И скоро ее можно будет Увидеть на канале Когда пока сказать Не замогу Но она будет А Ведьмака Скорее всего Будем проходить В формате стримов Ну разве что Может быть Я подумал Потому что там есть момент Иди сиськи-писки Там надо согласовать Этот момент С правилами ютуба Чтобы не был Какой-то возрастной рейтинг присвоен Иначе монетизация полетит А нафиг делать видео Без монетизации Это не имеет Абсолютно никакого смысла Ну если как раз Опять же Вот как-то так Ну что мои дорогие друзья На связи был МК Баски И мы Заканчиваем Сеанс Спасибо за внимание Увидимся в новых Уже довольно мощных Интересных Объемных Качественных видео Нашем с вами Старом добром Консервативном Канале Всем пока Продолжение следует...